Алисия Рова Аленка Фея мыльных пузырей Однажды в нашем городе давала представление настоящая фея. И не обычная фея, которая раздает сладости и посыпает публику звездной пылью, а особенная, умеющая поселить радость в душе каждого зрителя. Фея, казалось, светилась. От кроссовок до разноцветных волос ее образ приковывал внимание. Такая она легкая, похожа на луну и солнце одновременно. Фея поздоровалась со всеми, смотря на зрителей прекрасными большими глазами. От этого все сразу заулыбались. А малыши заерзали на лавках, им не терпелось увидеть представление. «Меня зовут Аленка», – представилась она. «Я фея мыльных пузырей». Достав волшебную палочку, Аленка провела ею в воздухе, создав огромный шлейф из тысяч малюсеньких пузырьков. Зрители зааплодировали. «Ура!» – закричали дети и начали ловить пузыри. Каждый взрослый, смотрящий на это, тоже очень сильно захотел лопнуть хоть пару-тройку пузырьков, но терпел и делал вид, что серьезным взрослым людям этого не хочется. В каждом из них просыпалось детство. Это было видно по взглядам. Взрослые могли прятать свои желания, но не могли удержать огонь, блестящий в глазах. Серьезные, одетые в костюмы и платья, родители потихоньку оживали, начинали приплясывать в такт музыке, громко хлопать и даже иногда кричать «Браво!». Меняя волшебные палочки, Аленка выпускала крупные пузатые пузыри с цветными покатыми боками. Над головами зрителей проплывали длинные, могучие пузырищи. Вид их заставлял стоять с приоткрытыми ртами даже бабушек с самых последних рядов. Потом Аленка запустила под потолок огромные радужные пузыри, которые, лопаясь, брызгали на визжащих от восторга детей. Фея надула через трубочку пузырь, посадила себе на ладонь и подожгла. Зал зааплодировал. Некоторые зрители тоже попробовали поджечь вспыхивающий пузырь, но это были ребята постарше. Остальные же одобрительно поддерживали смельчаков. Все пузыри и пузырики послушно исполняли желания феи. В зале царила торжественная атмосфера настоящего семейного праздника, который бывает не только для детей, но и для всех-всех-всех. Что же говорить, если даже голуби собрались на карнизе и смотрели в окно, воркуя и теснясь, не уступая места настырным сородичам, желавшим тоже посмотреть представление. «А сейчас каждый из вас сможет загадать желание», – объявила фея. Все сразу задумались, что бы сейчас загадать. Лишь раз в жизни бывает такое везение. Все думали, советовались, поправляли свои наряды, ведь сейчас на них тоже будут смотреть зрители. Перед ногами Аленки появился круг с большой волшебной палочкой. Первой фея позвала меня. Я встала в центр круга и зажмурилась, а, открыв глаза, оказалась в мыльном пузыре. Он был почти до потолка. «Я хочу, чтобы люди чаще улыбались», – подумала я и подула перед собой. В зал полетели пузырики малютки. Оп! Мой огромный пузырь лопнул, а желание улетело, чтобы исполниться. Дети загадывали желание. Аленка улыбалась, словно знала, что хотят зрители. Некоторые даже вскрикивали. «Хочу красную машинку! Хочу полететь на море! Хочу найти друзей!» Все так радовались, оказавшись в пузыре. Одни, уже испытав это чувство, делились впечатлениями. Другие, в ожидании своей очереди, переминались ноги на ногу от нетерпения. Когда выступление закончилось, публика еще долго не расходилась. Фея подошла ко мне и тихонечко сказала. «Твое желание мне понравилось больше всех!» Дома я смешала мыло с водой в блюдце, смастерила волшебные палочки из шумовки, трубочки и пустой ручки. Я выдувала мыльные пузыри, пускала их в полет, ловила мыльной рукой, сажала в стакан и думала, что обязательно приручу огромные мыльные пузыри. И тогда фея Аленка тоже сможет загадать свое желание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok